Время Отца и Сына и Святого Духа Евангелие от Луки, 15 глава с 8 стиха Или какая женщина, имеющая десять дракм, если потеряет одну дракму, не зажжет свечи и не станет мести комнату, и искать тщательно, пока не найдет. А нашедший созовет подруг и соседок и скажет, «Порадуйтесь со мной, я нашла потерянную дракму». Так говорю вам, бывает радостью ангелов Божьих и об одном грешнике кающемся. Эта глава говорит о потере. Стоит вникнуть в это слово, которое впервые прозвучало в книге «Исход» 22.9. Человек потерял рай. Как сегодня молятся о упокое души, вместе с ветром, вместе с прохладным, откуда же отбежи всякое пища, воздыхание, упокой. А тогда не отбежи, никто не отнимал. И почему человек потерял? И теряем ли мы сегодня это? О всякой вещи спорной, о воле, об осле, об овце, об одежде, о всякой вещи потерянной, о которой кто-нибудь скажет, что она его, дело обоих должно быть доведено до судей. Кого обвинят судьи, тот заплатит ближнему своему вдвое. Причин несколько. Главная причина в том, что житель рая потерял доверие к Богу. Написано, неверующий Богу представляет его лживым. Это грозное обвинение. Не на человека. Ты говоришь неправду, ты лжец. Евангелие от Иоанна 8 глава 44 стихи говорит, «Дьявол есть отец лжи». Когда говорит ложь, говорит свое. Он не может по-другому. В одном месте нам говорит Слово Божие, что с неба был низвержен великий по чину херувим. И написано, дьявол сошел к вам к великой ярости, ища кого поглотить. Он ищет. Мы не видим его. И хорошо, что не видим. Мотовил из рук Серафима Саровского сказал, буду посмотреть. Тот и вскрикнул. Ща думаю, что ты сказал? Вид ему отвратен. Вот рисует на картинках что-то. Это все не то. От одного вида его в трепет приходит. Он говорит, одним ногтем может перевернуть тебе землю. А я бы поборолся с ним. И наконец, когда он читал записки, что совершал Серафим Саровский, в форточку, змеёй ползает туман и прямо входит в него. И он испытал всё. Ядский огонь, и холод Тарфора, и черни умирающие, которого Брана растягивал, который во всех направлениях прогрызает человека. Утеряно было. Бог не просто изгнал человека, а близ рая посетил. Чтобы всё время видел, что ты потерял. Когда мы говорим о потере, здесь две книги близко подходят к полному разъяснению. Это Плащ Еремея. Книга называется Плащем. И он говорит, мы покоились под сенью помазанника царя. И думали, всегда будет так. И он отят от нас. И зарыдал. Далее говорит, у нас были свои поля, свои дома. Враг всё отнял. И вторая книга, это третья Езры. Как он плакал на поле, сколько дней не пил, не ел. Ангел приходил, утешал. Ты плачешь о чём? Да, об одном. А у Бога-то все эти миллионы. Иоанн Златоуст говорит. О, священник, если по твоей небрежности погибнет одна овца, тебе не хватит всей жизни, чтобы рассчитаться с ней. Ибо за ней умер Христос. Сына её более всего мира полного золота. Она куплена кровью Христа. Церковь была гонима с первого дня. Мы считаем Деяния апостолов. Пятая глава. Подробно. Но никогда она не была такой презираемой, как сегодняшним языком сказать, такой низкий минусовый рейтинг, как сегодня. С кем бы ни говори. А почему они дачу имеют? А почему на таких машинах перечисляют? Я говорю, зачем завидуют? Ну, работа и будет. Никогда у нас этого не будет. Разве они не видят, как бедно живет народ? Люди смотрят на это. Первое. Апостолы. Они написано, продавали все имение и ложили к ногам апостолов. И никто не считал ничего своим. Жизнь-то наша перед Богом. Это мы сами о себе, может быть, думаем так. О овощах-то Божьих, это все по-другому. Бог сверять будет по слову Своему. Евангелия Тяна 12, 48. Будет сраженный суд. Да, будет. А там вопросы будут задавать. Когда человек готовится сдавать экзамены, то ему дают билеты. Я видел такие знатоки. Он каждого, кто выходит, а какой билет был номер, он вычеркивает. Думает, вот тебе вышит, а там останется билетов 10. Вопрос. И он тогда зайдет и всего-таки 10. А я захожу всегда первый. Первый. Потому что надо, скажем, ехать на рыбалку и как-то жить надо. Я учился. Знаю. Эти люди успевали? Нет. Они потеряли время раньше, когда можно было заниматься. Они потеряли время, когда были в детстве, когда можно было воспитываться. Они потеряли возможность быть чистым, святым. И чтобы не потерять разум. А разум разу теряется очень сильно. Я нашел только две причины, которые полностью отнимают разум. Это блуд, развращение и компьютерные игры. В новом формате у меня лагерь посуществовал 48 лет. Я в последнее время не стал принимать тех, которые играют. Они ничего не понимают. Они вне реальности. У них все в рамках монитора. А у нас в рамках священного писания должно быть. Мы что потеряли? Вот если сегодня придем домой, возьмем бумагу, я был, и напиши, какой ты был. А чтобы знать, какой был, ты должен вести нелик. Написано, отвергнись себя, своего я. Как ты относишься к семье, к работе, к будущему, к прошедшему, к событиям мирового масштаба, к событиям местного, там, где живешь. Что ты потерял все это время? Вот мы видим, что Господь сказал, что судьи будут рассматривать дело о быках, валах, об овсах, о потерянной вещи. Я нашел вещь моя, но я же ее нашел. Писание говорит, найди хозяина. Я нашел, иду по площади, нашел хорошие часы. Человек увидел, почему я не нашел? Я говорю, и что бы ты? У меня часы бы были. Этого нельзя делать. Я завернул в первое отделение, милиции отдам. Да как ты мог отдать? Они же все равно никуда не... Вот это я не отвечаю. Инкассаторская машина идет, открылась дверкой, и выпал мешок, полный доллар. И нашел ее негр. И он тут же пошел и сообщил. Он лишил себя покоя. Родственники буквально проклинают его. Мы бедные, мы как бы зажили все, что ты наделал? Ну, ему дали там 100 или 200 за честность. Рассмотрим сегодня. Жизнь своей в свете потери. Тем более, где мы живем, он называется Потеряевка. Это когда давали фамилии, то давали по специальности. А какие специальности? Плотник, кузнец. Это все давали. Поп, попов. Дальше это будет. Если Марья была одна, Марин или вдовин. Фамилии-то не придумали, а брали из того, что есть. Один блудил много, ему блудом дали фамилию. А потом вышел князь блудов, один из самых добрых людей в России. Я могу рассказать объяснение свое. Ты почему так? Потому что у тебя бабка была устиния. Или муж. Отец, прадед был устинием. Сказали, Устина, значит, фамилия такая будет. Иванов, Петров, Порфирьев. Откуда там все берется? Мы Божие. Мы принадлежим Ему. Я беседую с одним человеком, евреем, который обратился к Богу. Стал моим крестником. Ну, сейчас-то его спрашивают. Ну, видно, он немного не такой, как бы даже по виду-то. А как твоя нация? Он говорит, я той же нации, которой мой Господь. А в одной фамилии у нас Яковлев. Я говорю, а фамилия как? Божественная. Я Божий. Яков. Бог. Бог Яковлев написано. Нашей фамилии там нету. А в Библии так и написано. Яковлев. Бог Исаакова, Рама и Якова. Считаем. Второзаконие 4.26. Посвящает теме потери. Что мы утеряли? Понять это. Сожалевать. Попытаться вернуть, если мы умолим Бога. Сосноконие 4.26. То свидетельствуюсь вам сегодня небом и землею, что скоро потеряете землю, для наследования которой вы переходите за Иордан. Не прибудете много времени на ней, но погибнете. Бог вел их. Они блуждали в пустыне, за неверие. Сколько дней разведчики ходили? 40 дней. И Бог сказал, за один день год. Пока не перемерете все, которые в возрасте от 20 до 50 лет. Все вымерли, только два человека остались. Это Бог сказал, вы потеряете землю, которую дал Бог. Они не раз ее теряли. Это относится и к нам. Что на первом месте стоит? Слава ли Богу? Научили ли мы удивляться той природе, которая вокруг нас? В этой тишине, этому звездному небу, незакопщенному фабриками и заводами. Когда по улицам у нас не ходят неверующие, не курят, не скверно словят. Ты Бога славишь за это? Однажды, когда проповедник говорил Слово Божие в лагере, подошел к нему один и говорит, а вы Бога молитесь, чтобы что-то дал вам понять. Я проповедник, я знаю это. А вы Бога благодарите каждый день, что у вас разум? Нет. Благодарите. Я потерял разум. Я сейчас вот говорю с вами, а потом я не знаю, что со мной есть. Благодарите ежедневно разум, который дает тебе понять окружающий мир, работу, друзей, оценить, сделать выводы. Все время мысленно молиться. Никакая работа не препятствует молиться. Один день святой жизни. Так называется маленькая брошюрка, можете найти ее в интернете. Метрополит Григорий, метрополит Санкт-Петербургский, дореволюционный. И он начинает разбирать, какие бывают самые простые специальности. Вводится с ребенком мать и начинает говорить, Господи, ты был младенцем, из-за того и мать ухаживала. Помоги мне. И дальше говори, что ты хочешь. Стряпаешь ли что-то? Ты скажи, пшенищики были в росте, соединились вместе. И будет телом Господним в причастии. Ты научись это все абсолютно обратить во славу Божию. Это самое простое. Мы считаем в законе 32, 28. Ибо они народ, потерявший рассудок, и нет в них смысла. Потеряли рассудок. Начнешь говорить, ну вы понимаете, современное событие, к чему все идет? Не знаю. Потеряли в России царя, помазанника. Лучше стало? Скажите, невинного хотя бы одного царя расстрелял или по его указаниям совершенно невинного? Как? Лучше крестьян раскулачили, сослали, все примеры. Приезжала Евдокия Титовна Потеряева. Это правдочка основателя Потеряевки. И она все рассказывала. Как они умирали, их никто не... Мы девчонки, говорят, были. Их охоронить некуда. Просто лежали, чтобы ляги были. И все. Ни в чем не виноваты. 7-7 месяцев одной Потеряевки. Почему? Хорошо жили. Много говорят, у кого-то работники. Не было работника совсем. Бедность стала завидовать тому, кто живет более богато. Доверься Богу. Что с нами бывает? Я в конце скажу слова. То, что сейчас у нас есть, это может быть исполнение того, о чем я молился все эти годы. И оно пришло. Псалом 118-й, 176-й стих. Их всего 176 стихов. Он впереди прославляет Бога за слово Его, за мудрость, за закон, за уставы. И в конце говорит. Я заблудился, как овца потерянная. Взыши раба Твоего, ибо я заповеди Твоих не забыл. В конце, самый большой, ну, 17-я кофейсма, 118-й псалом, в конце, я пса потерянная, заблудился. Это говорит царь, пророк, псалмопелец, Давид. Где он заблудился? А в оценке того, что окружает. Сын его, любимый Авестолом, поднимает на него восстание, входит к его женам и давит в смертельные опасности. И когда началась война, преданные люди воевали, и он только одно наказывал. Сохраните сына моего Авестолома. И как он погиб, он красавец был, запутался красотой своей в ветвях дуба, волосы, и повис, как неназрелый плод, говорит Анзелдаус. Он только рыдал, о Весолом, о сын мой. Поэтому ему и сказал один близкий человек, если бы мы все погибли, бы ты так и сокрушался. А вот один, главный враг, поседнувший на тебя, и ты его жалеешь больше, чем мы, пришедшие с фронта. Он не один был. Многие перешли военные на его сторону. Военачальник главный, министр обороны, все на его стороне, на его стороне. Первосвященник там. Что делать? Не плакать, а сказать, я учил тебя, а ты тихо злодейся. Вот я был бы царем, да я бы то-то, то-то. А вот Господь сказал, погибнешь. Мы должны признать иерархию. Вот нет священника сегодня? Уже кто-то пустил молбу такую, что в храме молиться не будут. Не знаю, кто это. Я перебрал все дворы по порядку. Ну, может, из одного только двора могли приехать, прийти сюда. Да, обычно-то они никогда не приходят в это время. Кто-то больной, кто-то выехал. У нас всего было шесть сорок. Бог дал седьмого с другого села, как у людей. И видимо, Бог делает, чтобы полная полнота, Господь говорит, и храмы пустыми не будут, потому что вы храм Бога Живого. Мы храм Бога Живого. Я и Отец придем и обитель у Него сотворим. Настроимся на это. Не бойтесь никого и никогда, ибо с нами Господь. Притча Соломона 23,18. Потому что есть будущность и надежда твоя не потеряна. Мы знаем Бога. Мы надеемся на Него. Иисус воскрес. Сатана сразу заскрежетал зубами. Он кинулся к воинам. Вы скажите, что его украли, когда вы спали. А заснуть на посту это смертная казнь. А мы сделаем так, что вас не казнят. И дали денег. Эта молва пронеслась среди народа, которому принадлежал Христос. Проходит еще столетие, и Сатана новое бросает теорию. А Иисус не умирал. Он просто пророк был взят на небо. И в это верят миллиарды людей. А если Иисус не воскрес, а раз Он не был казнем, то и не воскрес. То мы еще во грехах. Вот апостол Павел говорит. Поэтому для нас самое главное, что мы имеем в Библии, это воскресение Христа. Весь смысл от корочки до корочки в том, как мы возвращаемся в рай потерянный. как мы получили святую православную веру. Феофан Затворник сказал благодать как бы три ступени. Первое благодать призывающая. Второе благодать обращающая. И третье благодать освящающая. Вот первое призывающее это проповедь. Придите и покайтесь. Это только от того, кто желает говорить проповедь, идет говорить проповедь, свидетельство о Христе. А обратиться это уже Бог коснется сердца или нет людей. Это вторая часть. Вот на это особое внимание протестанты, баптисты, все указывают. У них просто так не стоят люди. Проповедник за проповедником выходит. Тут заезжал с Павлодара ко мне знакомый в баптистах. Говорят, сколько у вас проповедников? 40 человек выходит на капель. Так и на очередь дойдет. И потом мы решили по соседям деревням везде ездить. И Господь нас близко-близко сроднил. Вот когда-то было позавчера, позавчера мы работаем здесь на Симаковском пруду, и машина едет. И приезжают к нам видимо руководители баптистов, какие были тогда. И на следующие воскресенья, когда они хотят, чтобы мы хотят, вы примете нас, мы хотим попеть у вас. Они у нас не один год бывали хорошие песнопения, поэтому другие можете сказать. Они против Христа ни слова не говорят. Нет. Мы здесь свидетельствовали во всех деревнях, и в корчах, и везде, везде, везде подарили полный комплект своих книг. А каждый комплект у меня 750 евро. Это немалая цена. И мы видим, как по-разному люди относятся к проповеди. Приезжаем в одно селение, Завьяловский район, и бабушки слушают, а у нас приезжали баптисты. И когда батюшка узнал, они нам давали какие-то маленькие книжечки, брошюры, и он сказал, что принесли, это еретики. Я не предлагаю ничего. И мы принесли, и батюшка во дворе и жег. Я говорю, ни одной не осталось. Одна бабушка сказала, и она принесла это совет церкви отделенная. Прекрасные проповеди, там ярлы песни, спержина, ну просто сегодняшняя златоусты, так можно сказать. Как бабушки-то другие от заходят. Да как же батюшка-то обманул нас? Я не могу ничего сказать. Перепишите ее, размножьте, дайте другим. Там ни православных не трогают, ни Божьей Матери. Они прямо призывают полюбить Господа, который умер за нас. И священник ничего не нашел лучшего, как восстать против этого. Они потеряли связь с Богом, эти люди. Вот мы в Большом районном центре проповедуем, люди слушают, стали спрашивать, откуда вы, а зачем. И с каждым квартирой идем по домам, все труднее, труднее, и наконец совсем не принимают. А кто вы такие, а кто разрешил, а кто благословил, я в храме служу уже 28 лет, бабка одна. Я гляжу, а у них прямо во дворе церковь стоит. Чем ближе церковь, это как называется аура. Вот это запоношение истины, как говорят индейцы, карма посетила, накрыла это село. На отделение слушают. Мы один раз были, думали, тут все село привыкли, мы обязательно придем. А в это время священник узнал, по радио выступил, чтобы не ходили, тут человек. А как вы-то пришли? А я люблю, что баптисты поют хорошо, я решил послушать. А мы не баптисты, и не поем. Он обманул людей, тысячи людей обманул. Мы принесли Евангелие, вот Корабейниковская икона, к ней идут, крестный ход был, нынче, может, не разрешили. Мы все село обошли и раздали 450 новых заветов Псалтирию. Даром, конечно. И только два Евангелия нашли на все село. Иезекиилия 34,4. Серьезно так прислушайтесь. Слабых не укрепляли, и больной овцы не врачевали, и пораненной не перевязывали, и угнанной не возвращали, и потерянной не искали, а правили ими с насилием и жестокостью. До 16,4. И рассеялись они без пастыря, и, рассеявшись, сделались пищей всякому зверю полевому. Блуждают овцы мои по всем горам, и по всякому высокому холму, и по всему лицу земли рассеялись овцы мои, и никто не разведывает о них, и никто не ищет их. Посему, пастыри, выслушайте слово Господне. «Живу я», говорит Господь Бог, «за то, что овцы мои оставлены были на расхищение, и без пастыря сделались овцы мои пищей всякого зверя полевого, и пастыри мои не искали овец моих, и пасли пастыри самих себя, а овец моих не пасли. «Зато пастыри, выслушайте слово Господне». Так говорит Господь Бог, «Вот я на пастыри и взыщу овец моих от руки их, и не дам им более пасти овец, и не будут более пастыри пасти самих себя, и исторгну овец моих из челюсти их, и не будут они пищей их. Ибо так говорит Господь Бог, «Вот я сам отыщу овец моих и осмотрю их». Как пастух поверяет стадо свое в тот день, когда находится среди стада своего рассеянного, так я пересмотрю овец моих и высвобожу их из всех мест, в которые они были рассеяны в день облачный и мрачный, и выведу их из народов, и соберу их из стран, и приведу их в землю их, и буду пасти их на горах Израилевых, при потоках и на всех обитаемых местах земли сей, буду пасти их на хорошей пажите, и загон их будет на высоких горах Израилевых, там будут они там они будут отдыхать в хорошем загоне, и будут пастись на тучной пажите, на горах Израилевых, я буду пасти овец моих, и я буду покоить их, говорит Господь Бог, потерявшуюся отыщу, и угнанную возвращу, и пораненную перевяжу, и больную укреплю, а разжиревшую и буйную истреблю, буду пасти их по правде. Высокие горы, холмы, это высокие учения, которые сатана предлагает у Бога, дальше на моих горах высоких, на откровениях пророков, которые изрекли Слово Божие, запечатлели его в Писенном мире и сохранили до наших дней в Духе Святом. Мы должны быть благодарны ежедневно пророкам, всем переводчикам Священного Писания. Если вы их не знаете, узнайте, спросите, приходите на занятия. Вот что у нас потеряно, потеряна Библия у православных. Если у сектантов нет благодати освящающей, то есть священства и настоящих таинств, нет настоящего крещения с прощением грехов, они просто обещания Богу доброй совести говорят, нет причастия, они не знают, которое дает жизнь, не просто пришел и вкусил, нет, а у православных нет благодати призывающей и обращающей, и поэтому мы полезны друг для друга. Если бы вот это объединилось, то есть православные начали проповедовать, а священство есть, епископат есть, патриарх есть, более ничего не надо было, жили во Христе. Всем веритикам, сектантам нужно иметь рукоположение от апостольских времен, и тогда будет узаконено таинство, которых у них нет. Захарий 11.16 Сначала Аммаку 1.4 1.4 От этого закон потерял силу, и суда правильного нет, так как нечестивый одолевает правильного, то есть суд происходит превратный. Потеряно? Суду доверия нет, а я в суд подал, а судья тянет в ту сторону, где больше ему положили. кто-то подкупил, сказали, вот я подавал на одного коммуниста, он написал, первый секретарь по идеологии Мамонтовского района, Морозов, написал всякие пакости, кто был здесь, я перед ним там, припитал, и все такое. Суд начался, я доказал, в каком году было, оказалось, в 76-м, а потеряю в 72-м исчезло, куда ты приезжал? А я с женой ходили в класс, учительницу отталкивали и раздавали по рядам Библию, а всего в это время архивы подняли, три человека учились, какие ряды? В 72-м исчезло, и все документально доказали, но сидя обладали, она свое, даже краевой суд, это так, ну не было потеряю в 76-м году, не было ее, я принес документы из центрального архива, я сидел, там люди выписали, поставили печать, нету, и поэтому к суду обращаться не всегда полезно, я много судился, и один из таких шел в суд, и Господь сделал, что я его выиграл, и поэтому заплатили мне 13 соток и два здания, по тогдашним деньгам они должны были у меня 11 миллиардов, то я создал, какую фанатерию, делал перевод разных языков, это все дорого стоит, неденоминированные тогда были деньги, и Захария 11-16, я беру разных пророков, которые говорят о потере, потерял человек самого себя, как? ну потерял, заблудился где-то, он потерян, потерял совесть, да это не человек, никакой совесть, другой потерял детей, ими не занимался, я говорю, ты же не верующий, да, я не верующий, а дети у тебя ходят на детские занятия в церковь, ну а как? а иначе они убьют меня, он правильно рассудил, я не верю, а дети-то не верующие будут, они же меня задушат за деньги-то, я, говорит, спать ложусь, стол, стулья, все, дверям, чтобы загреметь, хоть проснуть все успеть, и далее, Захария 11-16, ибо вот, я поставлю на этой земле пастуха, который о погибающих не заботится, потерявшихся не будет искать, и больных не будет лечить, здоровых не будет кормить, а мясо тучных будет есть, и копыта их оторвет, копыта оторвет, а зачем копыта-то отрывать, а то, что человек ходит, и благовестия не будет, я все это разбирал, пророки разные были, а говорили об одном, какие будут пастыри, я эти воды умолял просто одного священника не ездить, каждый год в одно и то же место, встал на колени, просил, не езди, это все, и Бог сделал так, что вряд ли теперь туда выйдет, молитву Бог принял, Матфея 5-13, я объясняю, что у нас потеряно, не своими словами, а специально, что видели, это Святая Библия в руках, Синодальный перевод 1876 года, Матфея 5-13, Вы соль земли, если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой, она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Потерянная, соль, ну а ты-то знаешь, что такое? Если не знаешь, то просто прочитай, дома 4-я глава, 6-й стих, послание апостола Павла, и он говорит, слово ваше, это будет при правильной солью, не просто поздоровался, до свидания, а видя, что человек делает неправильно, ты не бойся, строго обречи его, призови его к лучшему, соль должна быть, а запомнилось? Да, запомнилось, запомнилось, я спрашиваю людей, вот когда суд был, и как, а как вы обречали коммунистическую партию, мы испугались, а когда фильм у нас показывали, там, предчувствие, директор фильма, там, Зоя, она сидела, смотрела, мне, говорит, три слова, но меня в зале арестуют, там все сказано, о Советской Азии еще была, о ее бандитской роли, о гибели сотни миллионов людей, по всему миру, о преследовании верующих, о разрушении храма, и в фильме все говорится, это сегодня мы такие, что уже и не знаем, кто были, учеников спрашивают, там, пятый класс, а кто такая крупская надежда, только одна девочка сказала, коммерсантша какая-то, никто даже не знает, первое лицо государства имеет ее женою, не знают, все это уходит, Наполеоны, Сталины, Гитлеры, история всех смахнула, остается только то, что с Богом, и второе послание Иоанна, 1,8, наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду, Матфея 10,39, мы посмотрим, что теряется, и будет это ли к нам относиться, или нет, мы теряем иногда на пустые разговоры, на просмотры каких-то пильмов, ну, не о важном разговоре-то, да и несогласия сразу начинаются, а ты сказал слово «да» и «нет», больше тебе не надо, а он не примет, за это ты не отвечаешь, ты должен свидетельствовать. «Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее». Если для Бога делаешь, и даже жизнь у тебя отнимут, а это отнимают разным путем, если выпить что-то смертоносное, не повредить, не повредить душе, а мы считаем профилософы, другие, отравили, сыпали, яд, человек умер, но он перед Богом. Матфея, Луки 14,34, «Соль добрая вещь, но если соль потеряет силу, чем исправить ее?» Вот как нам это относится, чем ее исправить? Это верностью Богу. Ты никогда не бойся, вот вызов, я бы мог ему сказать, а я от него зависимость, скажу ему, а он все, я прошу, не даст, а не до меня принимать не будут. Ты вот эти меркантильные интересы, оставь дома. Если ты пошел, засвидетельствуй. Вот послезавтра, если Господь благословит, звонила мне в председательстве Совета Вашего, она говорит, во сколько примите нас, с кем-то она, я не знаю, по событиям какие-то, или что-то, я говорю, да в любое время, ну в 9 после, когда я на работе, говорит, я сказал, где искать нас на Самоковском роду. Что у ней будет? Я только мог сказать ей, звать ее Людмила, мы молимся о ней каждый день, ее имя произносим перед Богом. Когда пытались нас тут задушить, буквально в духовном плане, ее вызывали, давили в органы. Она сказала, бабушка моя воспитывала меня, учила добро делать людям, а не зло. И она ничего нам не сделала. Приезжала, она была среди нас, как родной и близкий человек. У нас дня не было, чтобы мы на молитве ее имя не произносили. И Господь, видите, как делает. Да она какая должность? Для нас она большой начальник, потому что она могла тут напустить кого-то. Когда проверяли лагеря, тогда был другой еще, там, Игорь. И он задержал их, которые там, краевого масштаба были. Туда проверять не надо, там обедками не койми, там все верующие. И убедил их, они до вас заехали, и гонулись тогда назад. А ведь можно, знаешь, как просто? А почему мы здесь находимся? А как вы на это смотрите? Просто отвечайте. Я христианин, я уверовал, и жизнь моя в руке Божией. Начинают они где-то угоражать. А ты этого не бойся. Страх потерян. Просто молись, и не отвечай ничего. Это один момент. Другой возвести о Господе. Все слишком временное. Я хотел сказать, что здесь нет этой книги. Серахов 2.14 Говорит, горе, потерявшим терпение. А если терпение потерял, переходи на долго терпение. Не бойся. Потерявшим терпение. Серахов 27.15 Так говорит человек, который у другого что-то узнал, тайну и открыл. Он потерял друга, и примирение уже невозможно. То есть он сам это достает, выковыривает, что помешать проповеди благовестию. Сегодня я возвещаю о потере, чтобы мы не потеряли души, не потеряли любви к Богу. Нас немного, но Господь нас призвал. Никто нам не мешает. Я пришел, но обычно бывает дверь закрыта, а здесь у нас все двери открыты. И мы пришли для того, чтобы Бога прославить. Мы ежедневно молимся о правителях, о той обстановке, какая есть. Мы знаем ее, откуда и куда, и кто. Почему? Библия об этом говорит. Жизнь эта такая коротенькая. Даже, ты заметил, когда ты перешел эту грань, перестал себе считать молодым. Я считаю, что ты должен все время находиться в юном возрасте, чтобы никогда не было ссылка. Я старый, мне не надо, пусть другой. Нет, благовествуй. Радостная весь, Иисус умер за нас. Не потеряй эту веру. Люди, которые понадеялись на самих себя, потеряли все. В России так и случилось, как написано в плаче Иеремия. Да помилует нас Господь, чтобы названием нашим потеряемка мы оправдали, чтобы мы нашли Бога, оправдали надежду Божию на нас. Господи, родители, может, прадеды были потеряны где-то, их нашли. А мы о них помним. Упокой их в обителях Твоих, чтобы Ты был с нами. Тебе, Боже, слава за все во веки веков. Аминь.